Гарантированно выдерживает удар с 10 метров падения. И за почти что три года усиленных попыток его сломать пострадала всего одна дуга. Надежный чехол для хрупких дорогостоящих дронов. Методом проб и ошибок резиденты Барнаульского акванториума создали реальную защиту для беспилотников и презентовали ее сегодня гостям – будущим партнерам технопарка. И это далеко не единственный проект, которым могут похвастаться юные Эйнштейны. Сфера применения данного робота очень обширна. Например, он может проходить в труднопроходимых местах, либо помогать людям при разминировании. Аэрогеоробоквантум – шесть различных направлений для школьников. Уже с завтрашнего дня постигать азы пилотирования и робототехники начнут 580 школьников. Причем совершенно бесплатно. Обучение займет полгода. Готовки, которые ребята здесь получают, он в некоторых случаях приближен даже к тому, что ребята получают уже в УЗИ от первых и вторых курсов. Но, к сожалению, говорит директор технопарка Сергей Монсков, инновационные разработки и проекты одаренных учеников, как правило, не доходят до производства. В корне переломит ситуацию сотрудничество с новыми партнерами. В приоритете – аграрный университет. Надежда и на Алтай-турцентр. Ученики уже создали виртуальные экскурсии по Барнаулу и продолжают работать в этом направлении. В планах зайти и в парк нового поколения «Изумрудный». Он станет практической площадкой. При помощи беспилотников дети будут составлять ландшафтные карты и просчитывать, к примеру, необходимое количество деревьев, которые нужно высадить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.